польша боится водить войска на западной части территории 404 так как эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне нато оставив варшаву беззащитный перед ответом россии которая разумеется сидеть и смотреть на подобные поползновения не будет сейчас есть опасность для варшавы что москва как сказал путин даст молниеносный ответ а это сдерживает и непобедимую польшу и не менее рвущуюся в бой румынию речь не идет о полномасштабном столкновении с нато потому что вот польских войск на территорию самых смелых президентов не позволит задействовать статью нато самообороне польша в этом случае окажется сама по себе россия может нанести удары ракетами кинжал который нечем будет парировать это будет сопровождаться исчезновением мягко скажем польских военнослужащих без всякой возможности ответить польша этого серьезно опасается рассказал журналистам военный эксперт владимир евсеев что согласитесь весьма себе похоже на правду ибо очень круто на камеры рассказывать как ты победил путина вон мистер барак обама не даст соврать а другое когда потом ходишь и оглядываешься чтобы тебе калибром не прилетела отсюда собственно все кадры посещения страны самых больших трезубов самыми большими политиками сша показывались лишь после того как дяди и тети в красивых костюмах свинтили из города где начальником трудится мистер кричко а также сам лидер страны самых больших перемок тоже передвигается строго ночью и короткими перебежками да и вообще что-то в последние пару недель у непобедимой варшавы наблюдаются провалы за провалами вот смотрите с одной стороны как красиво на днях польша предложила германии использовать свои нефтеперерабатывающие заводы чтобы отказаться от нефти из россии о чем заявила местный министр климата и окружающей среды она что характерно москва чиновница надеется что эмбарго евросоюза на российскую нефть вступит в силу до конца года но проблема даже не в том что все эксперты говорят хором на фоне подобных идей кремль тупо будет продавать меньше черного золота а зарабатывать на нем больше потому что цены взлетят как три зеленых свистка вверх веселье будет сильно большим при том что в германии уже бензин как платина стоит подробности через пару секунд друзья у нас радостные новости пошел третий месяц работы канала не конец истории при том что youtube отменил монетизацию в россии и все эти недели мы работаем с вашей помощью которую ценим и приносим вам самые горячие благодарности причем новостей стало так много что мы запускаем третий ролик в день чтобы вы знали все однако при этом хотим напомнить что все это работа монтажеров автора редактора так что даже 50 рублей что вы будете переводить нам на постоянной основе если вас будет много пожалуйста не думайте что пускай это сделают другие помогут нам и дальше радовать вас свежими новостями в нашем это пишут зрители неповторимом стиле заранее спасибо номер карты вы найдете в описании к этому ролику вместе победим и так да в случае введения эмбарго на нефть из россии восток германии может столкнуться с нехваткой бензина об этом заявил министр экономики германии тот самый роберт хаббек напоминаем при этом польша обещает помочь берлину с нефтепереработкой типа мощности есть но не очень ясно где брать это самое черное золото впрочем после того как фрг посол стороны 404 уже совсем ни во что не ставит олафа шольца а гражданам теперь предлагают собирать дождевую воду чтобы использовать ее для смыва унитазов причем дождей то пока нормальных не было по-любому и тут путин виноват это нас не удивляет забавляет другое польша пафосно отказавшиеся от поставок российского газа на днях продолжила закупать голубое топливо из москвы просто по хитрым схемам и сильно дороже коммерсанты так сказать от бога правда причем по традиции варшава попутно снова подставляет своих соседей в частности италию и францию да да ну какие шутки номинально этот газ идет все по той же трубе по заказу италии и франции но как и в случае с территории 404 в предыдущие годы не покидая территории польши оседает в ее хранилищах и да формально страна отказавшийся от расчета в рублях сначала стала получать российский газ через физический реверс по газопроводу ямал европа от германии но 2 мая фрг его прекратила однако немедленно возник виртуальный реверс для польши из появившихся заявок потребителей италии франции которые обеспечиваются по польскому коридору сказали в газпроме где тоже не лаптям щихлебают другой разговор интересно будет посмотреть на такой реверс когда итальянцы и французы исчерпают контрактные лимиты будут покупать дополнительный газ по полной рыночной цене добавляя еще и свою наценку для варшавы ведь дело в том что польские хранилища заполнены на 80 процентов а в европе на 34 то есть газ французам и итальянцам до осени точно еще потребуется и в немалом количестве в италии эти поставки обеспечивают существование более полумиллиона рабочих мест посчитали экономисты пока польша как видите никуда не идет натурально обувает старую европу и провоцирует еще больший кризис потому что хоть на дворе и май но за ним как ни крути через полгода будет осень и кажется это далеко не конец истории